Представляешь, Даник, вот отдыхаешь ты дома, или в офисе работаешь, или на выставку пришел, и при помощи видеозвонка можешь передать все свои эмоции и впечатления. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже жду связи 3G, потому что я хочу подключаться к высокоскоростному интернету не только в офисе или дома, но и в любом другом месте, где ловит мобильный телефон. Смотреть фильмы, скачивать музыку, слушать радио, отправлять большие картинки. И все это на высокой мобильной скорости. Но, увы, такая связь в Казахстане появится не скоро. А вот и нет. Мне Андрей сказал, что скоро, в апреле этого года. Хотя ты сейчас сам все узнаешь. О положении связи 3G и о том, что это такое. Далее в сюжете. Признайте себе, какие чувства вы испытываете, когда видите людей, разговаривающих по видеотелефону. Например, как в фантастических фильмах. Наверное, легкое чувство зависти. Фантастика, кричите вы в душе. Но рано или поздно любая фантазия становится реальностью. Сегодня мы покажем то, как работает одна из возможностей мобильной связи третьего поколения. Все началось в 80-х годах, когда появилась сотовая связь. Ей сразу же присвоили категорию «первое поколение». Связь эта была аналоговая. Номера были вшиты в трубки. То есть их нельзя было менять. А по радиоволнам на ваш телефонный разговор мог настроиться и подслушать любой желающий. Во втором поколении связь стала более качественной за счет оцифровки звука. Абоненты получили конфиденциальность переговоров, широкий выбор телефонных аппаратов. Это поколение мы активно используем сегодня, в повседневной жизни. Главным отличием 3G-сетей стала индивидуализация. Каждому абоненту отныне присваивается IP-адрес, подобно компьютеру в интернете. А оплата взимается за трафик, а не за проведенное время в глобальной паутине. В сети 3G предоставляются все те же сервисы, что и в сети 2G. Это голосовая телефония, передача данных, но передача данных с более высокой скоростью. В текущей версии стандарта сети 3G теоретически достижима скорость до 14 мегабит в секунду. Ну, скажем, трек с песней размером 3 мегабайта. Если в сети 2G будет скачиваться с интернета порядка трех минут, за время 3, от трех до пяти минут, то в сети 3G все это займет порядка 10-15 секунд. Другое замечательное применение 3G – тот самый видеозвонок. Сейчас телефоны со встроенными камерами есть практически у всех. Уверены, что после того, как введут сеть 3G, говорить по телефону станет намного веселее. Мы пробовали. Впечатляет. Ну вот, в сети 3G у нас появляется новая возможность выбрать видеовызов. Выбираем видеовызов. Алло. Да, привет. Вот, получилось, появилось изображение. Я вас вижу. Да, я тебя тоже вижу. Наш сотрудник в Астане. Как, связь? Слышно, нет? Слышно. Вас приветствует Алмата. Да, от Астаны, я вас приветствую. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Людям пока не дали пощупать. А 3G знают только те, кто был за границей, скажем так, и там пользовался услугами местных сотовых операторов. Они знают, что такое 3G. Те демонстрации, которые устраивали наши сотовые операторы у себя, скажем так, внутри зданий, на каких-то локальных точках, ни в коей мере не дают представление, скажем так, широким массам. Наибольшее развитие сети третьего поколения получили в Японии и Южной Корее. Это особенно наглядно видно в теленовостях. Всякий раз, когда ведущий говорит о связи 3G, на экране показывают жителей этих восточных стран. Передвигающиеся в метро, гуляющих в парке, спешащих на работу, все они непременно с мобильным телефоном в руках, с телепрограммами на экране. Внедрение 3G-связи в Казахстане должно начаться в мае. Сотовые операторы ждут, когда им дадут зеленый свет. Самыми первыми испытают на себе 3G жители Алматы и Астаны. А уже через два года сети 3G могут быть развернуты во всех областных центрах страны. К 2015 году во всех районных центрах. Дело за малым. Сейчас мы привязаны к срокам выдачи лицензии, но вся предварительная работа уже проведена, сеть запланирована. Первые услуги интернета через частоты 3G в Казахстане будут стоить до 40 долларов. Но в интернете ходят разговоры, что пользователи сотовых телефонов не сразу перейдут на G и будут пользоваться только в крайних случаях. Нужно очень четко мотивировать людей, почему они должны пользоваться 3G и почему они должны за это за все платить. Для этого нужно, первое, предоставить качественный контент, который интересно будет смотреть с сотового телефона. Потому что микрофон рано или поздно все равно захватит всю страну. Здесь нужно выкладывать такой контент, в котором будут заинтересованы именно мобильные люди, который будет ценен именно тем, что его можно будет оперативно посмотреть с экрана того же телефона или с экрана ноутбука, к которому будет присоединен тот же самый 3G-модем. Испытать в полной мере связь третьего поколения уже могут жители Узбекистана. Здесь 3G внедрили в прошлом году. В Туркменистане связь нового уровня появилась 1 февраля 2010 года. В Кыргызстане планируют запустить лишь к маю и только в Бишкеке и Оше. А раньше всех в 2005 году связь третьего поколения заработала в Таджикистане. Компания Мегафон обеспечила своих абонентов мобильным интернетом на скорости 384 кбит в секунду. И на тот момент вполне хватало для быстрого доступа в сеть. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада. Спокойствие, только спокойствие. Кто бы что ни говорил, но в ситуации с 3G получится как в поговорке. Чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть на своем мобильном телефоне. Напомню, что самое интересное находится на сайте и форуме нашей программы. Адрес прежний. Матрис.дефисей.тв Заходите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok